Сегодня у нас будет легенькая задача с параметром. Ее условие не поместилось целиком на превью, но ничего страшного, сейчас мы его увидим. Найдите все А, при которых данная система имеет хотя бы одно решение. Как я и говорил, задача легкая, ответ угадывается сразу, но все же набросайте пару-тройку строчек решения, а затем посмотрите разбор, в котором я подробно объясню все для новичков. Поехали! Перед нами первое уравнение системы, давайте с ним разберемся, сделав замену. Корень из косинуса π на 4 обозначим за t. Вот как выглядит исходное уравнение с помощью t. Как думаете, сколько будет случаев раскрытия модулей? Кому нужны варианты ответов? Пожалуйста, 8 случаев, 6 случаев или 4 случая? Правильный ответ, как вы догадались, 3 случая. У нас же t не отрицательное число, правда? Так что отметив нули каждого подмодульного выражения, мы получаем 3 промежутка. А вот эти знаки, минус плюс плюс, например, для первого кусочка, означает то, как мы будем раскрывать соответствующие модули. Чтобы определить знаки из каждого промежутка, достаточно подставить конкретные точки в каждое подмодульное выражение. Разбираемся с первым случаем. Если t принадлежит отрезку от 0 до 1 шестой, тогда первый модуль раскрывается с минусом, второй с плюсом, третий тоже с плюсом, и мы получаем безобидное уравнение. Сейчас мы сократим все, что нужно, и посмотрим, что на деле оно представляет из себя. Слева оказывается 12t, а справа минус синус в квадрате чего-то, неважно чего. Вы, главное, поймите, что слева стоит 12t, t неотрицательное число, то есть левая часть неотрицательна, а справа стоит квадрат со знаком минус, то есть он, наоборот, не положителен. Значит, случай равенства возможен только в одной ситуации, когда левая часть равна нулю и правая одновременно с этим тоже. Если вы не запамятовали, то t — это корень из косинуса πy на 4, сейчас мы решим это уравнение, но оно детское, косинус равняется нулю в точках π на 2 плюс πn, где n — целое число, а во втором уравнении у нас оказался синус равен нулю, но это всем известное дело, такое бывает в точках πk, где k — целое число. Дело за малым, осталось найти все возможные пары x и y, при том y уже в явном виде находится из первого уравнения, ну а если подставить найденное значение во второе уравнение, вместо y, конечно же, то таким образом найдется заветный x. И можно сказать, что уже дело в шляпе, этот первый случай был самым интересным и важным, а второй и третий случаи ну совсем тривиальный, считайте, что устные. Если t принадлежит полуинтервала от 1 шестой до 5 шестых, включая 5 шестых, то мы вновь получаем незатейливое уравнение, приводим подобные, сокращаем все, что нужно и получаем то, что слева у нас стоит двоечка, а справа неположительное число. Ну, такого быть, конечно, не может, решений нет. Но она нет и суда нет. Давайте сотрем это дело и рассмотрим последний третий случай. Если t принадлежит открытому лучу от 5 шестых до плюс бесконечности. Хм, а зачем до плюс бесконечности? В принципе, t не бывает больше единицы. Давайте лучше напишем полуинтервалом. До единицы. Для таких значений t мы получим элементарное уравнение. Да что такое вообще три случая в школьной задаче? Детский сад не иначе. В левой части у нас остается 12t минус 8, а в правой части минус синус квадрате. Но позвольте, t больше 5 шестых, то есть левая часть заведомо больше 2. Как же она равняется неположительному числу? Ну, никак, конечно. То есть здесь тоже нет решений. Если вдруг по этому уравнению у вас остались вопросы, то задавайте. Но, как по мне, здесь было все очень просто и предельно понятно. Поэтому давайте-ка мы сейчас возьмемся за второе уравнение системы. Вот оно, кстати, появилось. Замена так и просится. x в квадрате плюс y минуса в квадрате, пусть это будет буква v. Здесь скорость, там время, все в рамках начальной школы. Вот как выглядит наше уравнение с учетом замены. Если левая часть отрицательна, то решений, конечно же, нет. А если она не отрицательна, то тогда справа тоже что-то не отрицательное, и мы можем возвести в квадрат обе части уравнения. Вот он равносильный переход, из которого мы легко находим подходящие v. По неравенству нам годятся все v не больше 10 девятых, ну а квадратное уравнение имеет два корня, единичку и 4 третьи. 4 третьи больше 10 девятых, так что такой корень нам не нужен. А вот единичка – это очень даже ничего. С учетом обратной замены, сумма квадратов, xa и выражение y минуса равна единице. Теперь вспомните, как решилось первое уравнение системы, вон оно розовеньким выделено. n и k – это некоторые целые числа. Значит, x, будучи единичкой плюс что-то четное, минус что-то четное, конечно, будет нечетный. Итак, x целый и вдобавок нечетный. Будем иметь это в виду. Из оранжевого уравнения можно понять, что квадрат xa не бывает больше единицы. А значит, x может быть только плюс-минус единицы. Мы же сказали, что он нечетный. Тогда y неминуемо превращается в ашечку. Только так может достигаться равенство. С учетом того, что y – это 2 плюс 4n, а будет тоже 2 плюс 4n. А в первое уравнение внедряем вместо x единицу плюс 2n минус 6k. Как вы понимаете, нас ждут два случая – либо плюс единица, либо минус единица. Поэтому я запишу совокупность из двух систем. По большому счету в них уже записан ответ, а именно нужные значения параметра а, которые дают хотя бы одно решение системы. И все, кто, одолев эту задачу устно, все-таки посмотрел разбор. Большие молодцы!